Ну вот мы и пожинаем плоды глобализации. Но Россия еще не начала пожинать, чуть позже начнет весь остальной мир колбасить, потому что вывезли производство в третьи страны. И в результате в Европе не осталось практически автопроба, ну в том виде, в котором он раньше был. Ну и Япония тоже так пострадала, то есть часть японских автомобилей производится не в Японии. Но мы обращаем внимание на автомобили, которые сегодня в городе Магнитогорске можно купить. По нормальной цене. Дело в том, что с продукцией марки Сузуки я познакомился давно. Первый раз приехали мы в Турцию и обратил внимание, насколько живучи эти машинки. Сузуки Самбрай живы и до сих пор. Потом я уже съездил в Индию. Сузуки Марути. Мы на этом такси проколесили, ну все Гоа. Затем уже я познакомился и с американским представительством от Сузуки. То есть, ну машины, которые имеют рейтинг живучих, надежных и недорогих. Сегодня и сейчас эти машины представлены в Уралавто, что на улице Советская, 32-1. У каждого государства должен быть народный автомобиль. В Америке таковой Форд, в Германии Фоксваген, а вот в Японии Сузуки. Да он именно так и задумывался. Дело в том, что в Японии есть аналог японского Мерседеса, японского БМВ. Но для подавляющего большинства тех, кто хочет ездить долго и без проблем, так это Сузуки. При этом у автомобиля присутствуют все признаки, которые есть и в дорогих марках. То есть, весь фарш машина навороченный. Но упор Сузуки это именно надежность. Что и было высоко оценено странами, бывшими третьими, ставшими первыми. Как то Китай, Индия, Чехия и Индонезия. Страны с лучшими условиями для жизни по совокупности факторов. Потому как на момент становления там завода, дороги были далеки от идеала. И необходим был именно живучий автомобиль, Сузуки. Вероятно, поэтому компания УралАвто на нем и остановила свой выбор. Потому как дороги в Магнитогорске-то хорошие. Но присутствие динозавров, трамваев и отдельные местечки могут покалечить любое авто. Но только не Сузуки. Два джипа в модельном ряду. Джипа, которые сохранили джиперские амбиции. Полноприводный минивэн и небольшой хэтч. Автомобили с самыми прочными кузовами на скручивание. Это залог долголетия. Ну а почему ранее перегоны их пачками не перли? Так ответ прост. Ранее этот автомобиль имел вполне брутальную внешность. То есть отсутствие понтов. Без которых российский автомобилист, да и просто россиянин центропупый, жить не может. Ситуация с обликом поменялась в конце 90-х, прошлого века. Когда основные моторы обратили внимание на марку, которая ломаться просто не желает. И для Америки машины раздули, увеличили и нафаршировали. Но в конце 90-х шлепнул дефолт, и нам стало не до Сузуки. Финансовый кризис уже новой эры, кстати, самым благоприятнейшим образом повлиял на Сузуки. Они слились в экстазе с бывшим народным автомобилем, Фольксвагеном. Ну и думается, наконец, разум японцев заставит этот уважаемый концерн отказаться от пластмассовых автомобилей. Ну а для России эти финансовые колоссы умудрились сделать благое дело. Нагнуть банки и сделать свой нормальный кредит. Точно такой же, как в Штатах, например. То есть кредит с минимальной переплатой 2,5%, а не 50 и 70, как это было в счастливой 2007 и часть 2008 года. И теперь и поподробнее, и наглядно. Итак, харизма, да, Сузуки Гранд Витара, Сузуки СХ4 и вот новенькая, Сузуки Свифт. Но есть еще они тут, Сузуки Джимми, он же Сузуки Самурай. Эти все машины вы можете попробовать в тест-драйв. Но сегодня, сейчас это единственная контора Уралавто, в смысле компания Уралавто, которая позволяет вам купить автомобиль в кредит. Да нет, в кредит вы можете купить другие машины. И вот сейчас я вам, как всегда, с помощью кубиков объясню, что такое автомобильный кредит образца 2007 года, который, в принципе, и сейчас есть. Итак, мы берем вот эту сумму. Даже, может быть, чуть большую. Это сумма вашего автомобиля. Вот. Все банки, которые существуют еще, но они не все кончались, вот, они делают ставочку. Эффективная ставка была у них, ну, как минимум, 25%. То есть, первый год. И плюс, естественно, не самая дешевая каска. Вот. Пять лет кредитования. Вы берете машину без первоначального взноса. Ну. То есть, грубо говоря, цена машины увеличивается в два раза. Вот так вот собираем все, добро. Это я посчитал все проценты за пять лет. Ну, естественно, каска. Теперь пять лет прошло. Вам машину надо продать. Цена машины, это вот это вот все вы выбрасываете, отдаете банкам. Вот. А по жизни у вас остается вот, 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 всего ничего-то от машины. Ровно половину стоимости. Это за пять лет. Теперь, что касается того, как вообще нормальные производители машины продают. И вот потому, что я позвонил в Америку и спросил, а как у вас-то дела? Они говорят, да вот так вот. Приходишь к дилеру, он тебя спрашивает. Хочете, хотите вы купить автомобиль? Вы говорите, да, ну вот денег нету. Вот. Ну, мало того, что вам сразу же по умолчанию скидочку лепят до пяти тысяч долларов с американского автомобиля. С хорошего американского автомобиля стоимостью 45. Вот. Вам еще и говорят, а вы давайте все-таки машину возьмете в кредит. Ну, у вас испорчена кредитная история. Ну, банк говорит, точнее не банк, а продавец говорит, да ничего страшного, на кредитную историю мы не будем смотреть. Мало того, каждый производитель заставляет банки плясать под свою собственную дудку. То есть, в некоторых случаях кредит минимален. Теперь, что касается вот этих дивных автомобилей, во-первых, они все в ценовой категории до одного миллиона рублей. Во-вторых, сейчас есть система кредитования Suzuki Finance. То есть, покажем вам. Вот. Это стоимость вашего автомобиля. Ну, примерно 40% стоимости. Вы приносите сразу же. Объедрать им ваше внимание, что машины до одного миллиона. То есть, вам фактически надо в максимуме, это если вам захотели на Jeep покататься, 400 тысяч. 400 тысяч это сумма вашего старого автомобиля. Вот. Принесли сюда. И за год получается, ну, каска придется, конечно, заплатить, да? Вот. То есть, ну, вот так вот добавим каска, да, за год. И, 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 ну, вот так будет. Вот так вот. Вот два с половиной процента. Это, конечно, даже не кубик, его и не видно. Все, за год рассчитались. То есть, из общей цены автомобиля, ну, выкинете чуть-чуть, да маленько. И фактически, через год вы его в те же деньги сможете продать. Ну, потеряв максимум 25 тысяч рублей. То есть, вот это грамотный кредит, которым стоит воспользоваться для того, чтобы купить сверхнадежный автомобиль.